Кадыровцы несут большие потери в окрестностях Бахмута. Об этом сообщает военно-партизанское движение АТЭШ в телеграм-канале, ссылаясь на данные внедренного агента. Известно о десятках убитых и раненых среди чеченского подразделения Ахмат. Значительные потери фиксируются и в отрядах 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в 57-й и 72-й отдельных мотострелковых бригадах оккупантов. О больших потерях кадыровцев возле Бахмута сообщил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. Он подтвердил, что среди них много двухсотых и трехсотых. «Очень быстро закончилась история нахождения кадыровцев на передовой под Бахмутом. Могу подтвердить, что они действительно там были, но недолго». Жорин добавил, что скорее всего дальше кадыровцев будут использовать во второй линии и как заградотряды. «Своё мнение о переброске кадыровцев под Бахмут телеканалу «Фридом» прокомментировал генерал украинской армии Николай Маломуш». По его словам, сейчас Россия терпит поражение по всем направлениям. Бахмут имеет военно-политическое значение для режима Путина, и его потеря для него – это еще один путь на поле боя и конкретное поражение. По словам Маломуша, Путин понимает, что такое поражение пережить не сможет, поэтому кроме контрактников он бросает под Бахмут представителей чеченских подразделений, которые не имеют опыта борьбы на поле боя. «Сейчас их туда бросают непосредственно на Бахму, чтобы они спасали этот участок, как они сказали, что мы там отстоим. Ничего не получится, будут уничтожены, как и другие». Также о переброске подразделения «Ахмат», которые были в районе Марьинки на бахмутское направление в комментарии Униану рассказал военный эксперт Олег Жданов. «Они теперь там будут доказывать в очередной раз, непонятно кому, что они могут что-то сделать. Предположу появление нового шквала роликов в ТикТоке, как воюют вот эти ТикТок войска». По словам Жданова, кадыровцы не имеют такой боевой мощи, какая была у вагнеровцев. Они создают проблему украинской армии только своим количеством. Субтитры создавал DimaTorzok